Как раскачаться на качелях? Качели это маятник. Мы его сегодня видели. Значит, это нить, подвешен груз. Вот так вот происходит колебание. Причем, рассматривая эти колебания, уместно вполне сказать о законе сохранения энергии. Вот у маятника есть энергия. Энергия механическая в данном случае, как вы знаете, бывает двух типов. Кинетическое и потенциальное. Потенциальное связано с положением тела, а кинетическое со скоростью. Вот когда маятник качается, когда он отклонился в крайнее положение, скорость у него равна нулю, кинетической энергии ноль. Но зато он высоко, у него большая потенциальная энергия. Поехал маятник вниз, потенциальное убывает, а скорость увеличивается, растет кинетическая. Вот внизу самая большая скорость. потенциальное но, если считать относительно этого уровня а дальше наоборот кинетическую варе потенциальное растет, вот так они друг в друга перетекают потенциальное в кинетическую кинетическое в потенциальное если мы имеем такой маятник то мы его конечно можем раскачать прикладывая внешнее воздействие причем если внешнее воздействие соответствует собственному колебанию мы в такт его подталкиваем с той же самой частотой то теоретически можно раскачать маятник сколь угодно малой силой в случае резонанса вот когда частота собственного воздействия совпадает с частотой колебаний резонанса, там можете прочитать что по мосту когда идут большие массы людей воинское какое-то подразделение им не разрешается в такт идти потому что могут раскачать ну знамя итак как же раскачаться на качелях а вы знаете из опыта что каждый человек который закачал на эти качели сам если его кто-то раскачивает там малого ребенка это понятно а вот оказывается что вы можете заскочить на качели а потом какие-то выполняете там тело движения как-то вот управляете собою и качели все быстрее и быстрее и быстрее это как же так происходит вы же не можете сами себя подтолкнуть да, в сторону взять, толкнуть а все равно что как Мюнхгаузен там себя за волосы вытаскивает, да? у вас какие предложения? центр масс переносить что? центр масс переносить да, мы конечно переносим центр масс вот человек находящийся на качелях как-то изменяет положение своего центра масс по отношению к качелям и как же это происходит? я думаю, что когда мы совершаем тело движения то так как наше тело само по себе остается на качелях а часть тела совершает движения и обретает силу так как само наше тело остается на качелях и недвижимо то сила начинает действовать на нас и на сами качели и качели из-за этого начинают перемещаться интересно ребята, фантастическое выражение обретает силу нет, нет, важно понимать что сила в смысле звездных войн и сила в смысле учебники физики это совершенно разные вещи просто сила из звездных войн в физике никак не поможет или сила духа ну хорошо итак, сейчас я попробую вам объяснить вот тело движения что же мы делаем на качелях на качелях мы можем выполнять два движения или мы сгибаем ноги в коленях или разгибаем сгибаем, приседаем вот так или же сидя на качелях мы опускаем ноги вниз или поднимаем вверх два вето движения в обоих случаях центр масс поднимается вверх или опускается вот если я сижу вот ноги ножки опустил центр масс если колени согнул то вот так так вот эти движения надо выполнять периодическим образом сейчас я расскажу как это каждый знает интуитивно но осознать вот сейчас вам и высказать это трудно потому что я эти изменения буду трактовать как моментальные вот за миг а в действительности каждый процесс занимает определенное время он размыт во времени и поэтому трудно связать его с каким-либо определенным положением качелей естественно что непонятно как это происходит так значит качели вот движение по дуге окружности масса какая-то здесь мы будем считать что масса точечная да масса точечная значит несколько положений рассмотрим значит положение а а потом положение б потом положение с потом назад а b c потом снова и вот мы разбежали заскочили как-то накачили и оттолкнулись сначала и качели и качели качаются значит выполняется закон сохранения энергии потенциальная плюс кинетическая это есть величина постоянная вот нарисуем систему картина у здесь кинетическая здесь потенциальная вот так вот положение а это где мы поставим его значит положение а смотрим у нас кинетическая ноль потому что стоят качели на миг замерли значит потенциальная самая большая здесь положение а потом пришли в это значит скорость самая большая потенциальная ноль потом c опять и потом d вот полное колебание да хорошо теперь что же происходит мы меняем положение центра масс по отношению к точке подвеса здесь точка подвеса и вот что нужно сделать когда мы едем из положения а б вот здесь из положения а б то мы ноги должны в коленях согнуть давайте я так буду изображать что мы вот сжались а вот когда мы приехали в точку b в точке b мы должны колени распрямить я это буду вот разложить так все что у нас вот в точку когда мы приедем в точку c в точке c мы снова должны присесть то есть сжаться и в сжатом положении ехать в точку b понятно что значит сжатом сжатым это значит присесть группироваться, распрямиться это когда мы приедем в точку В сжатым в положении приехали колени сжаты, мы должны распрямиться и дальше ехать распрямившись теперь давайте посмотрим как при этом меняется длина маятника вот длина маятника при этом меняется потому что расстояние от центра масс до точки О меняется так, буду здесь рисовать поехали мы из точки А вниз скажите когда мы присели у нас маятник длинный или короткий вот когда мы присели и расстояние от точки О ведь увеличилось, мы удалились, да? значит здесь маятник длинный длинный маятник когда мы приехали в точку В мы встали в полный рост то есть мы приблизились к точке О у нас маятник стал коротким значит приехали в точку В потом маятник стал коротким и мы движемся в точку С в полный рост так когда мы приехали в точку С смотрим сюда здесь написано что из точки С надо двигаться опустившись так сказать видите то есть маятник будет длинным наша длина маятника вот так увеличится и мы с длинным маятником приедем в точку В в точке В в точке В из точки приедем в точку какую? Д в точку Д дальше написано из точки Д надо встать в полный рост значит маятник будет коротким вот так вот и мы будем двигаться далее по короткому маятнику приехали назад в точку в крайнее правое положение и здесь смотрите надо начать продолжать движение сжав ноги в колени значит вот так значит вот как меняется длина нашего маятника значит вниз мы едем маятник длинный когда вверх едем маятник короткий здесь опять вниз маятник длинный приехали в нижнюю точку а потом маятник короткий вот в этом случае качели раскачиваются давайте это объяснять смотрим на эту картину приехали мы в точку начали движение из точки А приехали в точку В точка В это нижняя точка у нас здесь большая скорость очень качели линейная скорость самая большая а мы хотим здесь встать в полный рост и приблизиться к центру это требует от нас усилий во первых мы должны встать в полный рост тем самым увеличить свою потенциальную энергию в точке В происходит увеличение потенциальной энергии но скажите когда нам проще встать в полный рост когда вот мы находимся на неподвижной опоре или когда мы находимся двигаясь по окружности вот на окружности потому что мы должны приблизиться к центру вращения а это приближение к центру вращения требует дополнительных усилий вот когда фигурист вот так вот крутится а потом вот так вот прижимает ему все-таки вот это надо затратить усилия чтобы приблизить какую-то массу к оси вращения значит здесь работа у нас не только пойдет на то что мы увеличим потенциальную энергию но надо совершить дополнительную работу и вот эта дополнительная работа перейдет в генетическую энергию значит здесь получит превращение не только потенциальной энергии которая ограничена подъемом нашего центра масс но и избыток потому что мы работаем с силой которая превышает силу тяжести и поэтому мы перейдем вот в новую точку и генетическая у нас увеличится и потенциальная тем самым мы окажемся на новой линии уровня P плюс K это у нас же константы уже но через эту точку проходит другая линия уровня вот мы оказались в этой точке и потом мы движемся в точку С в точке С смотрим у нас генетическая энергия 0 а потенциальность самая большая то есть вот мы пришли сюда и вот когда мы придем в точку С новая точка С это крайнее левое положение вот здесь вот то здесь мы должны присесть как вот здесь написано присесть но какое будет у нас перемещение по вертикали когда мы поднимались в нижней точке было одно смещение по вертикали а когда мы же приседаем наклонным вот в таком положении то смещение по вертикали оказывается меньше здесь было такое превращение потенциальной энергии а когда по наклонной мы перемещаем центр массы то перемещение окажется меньше вот этого стало быть мы не вернемся на прежний уровень а окажемся на новом уровне вот совершен один цикл мы с одного уровня энергии перешли на другой и так и на нем можем оставаться а если продолжать этот процесс то накачивание энергии будет продолжаться и качели будут раскачиваться все больше больше и больше называется параметрический резонанс то есть мы изменяем длину маятника в зависимости от его положения это тоже явление резонанса но резонанс без внешней силы это явление параметрического резонанса вот так скачиваются качели замечательно а в какой момент качели нас толкаются может кто-нибудь понять раскачивается это означает что появляется скорость вдоль правильно а в какой момент собственно говоря происходит про энергии цикл замечательно а толкают-то когда кто на спину толкает и так действительно повторю вопрос аудитории в какой момент вот здесь вот в каких точках а б ц и д происходит увеличение скорости а совершенно верно в точке б в точке б происходит увеличение скорости потому что мы здесь совершаем работу и эта работа во что переходит она переходит в нашу потенциальную энергию мы поднимаемся допустим на 20 сантиметров цена тяжести подняли на 20 сантиметров вверх да но мы это мы же отталкиваемся перпендикулярно движению как же мы сумели увеличить скорость толкаясь перпендикулярно движению господа физика интересная наука там очень много странного там очень легко доказать что двигаться нельзя я сейчас вроде вам понятно объясняю почему почему не удастся на качелях потому что наше наше вот это толкание оно происходит перпендикулярно а нельзя увеличить скорость при помощи перпендикулярной силы как можно применяем энергетические соображения мы совершаем работу да по преодолению силы тяжести да которая ограничена вот этим нашим смещением да но и еще преодолеваем центробежную или центростремительную силу отлично потому что при приближении вот вращения это требует но при этом мы и делаем перпендикулярно а скорость почему-то увеличивается по касательной а потому что вот есть закон потенциальное кинетическое это вместе они перетекают одна энергия в другую одна в другую они не могут перетекать при перпендикулярной силе изменение длины происходит во времени так же как фигурист который раскрутился потом мы видим вот он он же не мгновенно а вот какое-то время прижимает энергия его он совершает работу по увеличению кстати фигуристом уж не понимать так не понимать когда есть фигурист типичная история да крутится он крутится потом руки к себе прижимает на секунду когда он прижимает руки то он же их тянет к себе то есть он их тянет по радиусу разве нет а значит сила уж очевидно перпендикулярна а почему-то увеличивается скорость ребята физика наука непознаваемая там противоречия на каждом месте вот я показываю модель модели которую вы можете сделать возьмите гладкий лист фанера я не знаю оргстекла просверлите дырочку через дырочку пропустите нитку и приведите тяжелый шарик так что вот он мог крутиться вот так вот по этой плоскости вот смотрите вот я его запускаю и он окрутится пусть это будет у вас поверхностночек гладкой чтобы трения не было вот он быстро здесь останавливается а может сделать так что он долго будет крутиться смазку нанесите на эту поверхность а потом вот эту ниточку начинайте тянуть вниз и тем самым вы будете притягивать вот этот вот вот эту массу в центру вращения и если это сделать установку с метр то вы воочию убедитесь что начнется он крутится все быстрее и быстрее именно я об этом и говорю у физиков просто все обман потому что здесь очевидно что сила действует по радиусу а при этом почему-то ускоряет вращение он крутился с одной скоростью а потом он приезжал себе руки у него радиус ну да радиус вращения стал меньше а значит можно увеличить скорость смотрите в чем идея у вас есть два направления у вас есть по касательной и по радиусу и получается что можно предлагать силу по радиусу увеличить скорость которая перпендикулярна а физика учит что этого не бывает никогда что для того чтобы увеличить вдоль какой-то линии вы должны силу предлагать вдоль этой линии нас там всегда учат раскладывать вдоль и поперек и при помощи этих самых энергетических соображений объяснять что все это неправда да александр господинчич смотрите когда то тело движется по окружности да с постоянной линейной скоростью да на самом деле у него есть центростремительное ускорение конечно по радиусу вдоль ускорение вдоль радиуса и мы силу как раз по радиусу ты направляешь правильно и при этом ускоряем почему-то да но увеличивается эта скорость по касательной это же это же векторы значит у нас сила действует вдоль ускорения да и поэтому вот и все а должна действовать увеличивая скорость я вам объяснил противоречия в курсе физики просто действует еще много других сил каких-никаких никаких в том трипред это чистое противоречие ребята это вам просто двойка по девятому классу в общем такая абсолютная двойка это составители учебника нет у составителей учебника все в порядке это вам двойка ребята уровень преподавания физики в школе и уровень преподавания математики сейчас отличается во многом ну как раз абсолютно вот такого типа вопроса никогда не задают и в результате вас очень легко поймать на любой вещи вот сейчас например видно что попались все совсем все какое положение у вас сила действует по радиусу хоть дерись скорость направлена перпендикулярно да а фигуристы почему-то закручиваются ну да почему все центростремительное ускорение направлено по радиусу да центростремительное ускорение так оно не может и вот мы тянем оно не может ускорить радиус никак никогда скорость по касательности да очень нет ребята еще раз противоречие все поняли так у вас это направление скорости специально изменяется нет и что но оно все время педикулярно скорость можно разложить по двум направлениям ортогонально вот так по касательной и по радиусу вот в данном случае мы работаем вдоль радиуса и поэтому эту составляющую скорости мы увеличиваем и за счет того что увеличивается эта составляющая то складываем прежнюю скорость по касателю новую получаем увеличение здесь увеличивается составляющая радиальной скорости этой силы работа этой силы а когда мы тащим то мы увеличиваем а потом она превращается увеличивает сумму поскольку мы вот я понял когда мы тащим в момент когда мы там залезть для того чтобы не было вопросов о том как сила направлена будем считать что на грузик на леске не руки фигуриста а тонкая тонкая леска и там вращается когда мы потащили вниз за леску тем самым уменьшается радиус то действительно происходит замечательная вещь у нас возникает сила действующая при кратикулярном движении и она действительно увеличивает скорость как положено получается ускорение то есть скорость была направлена по касательной а мы еще ускоряем тащим сюда в результате скорость увеличивается дальше мы прекращаем значит тащим леску и как криво направленная скорость вдруг опять превращается и здесь уже радиус стал меньше и значит действительно скорость стала лучше слушайте как все хитро то есть все таки физик выжилось да